Части не хватает, потому что мы не знаем, как его взять. Вот смотрите, ведоописывают, есть два типа душ. Вообще душа по своей природе, она подчиненное положение имеет. Вот сама фраза, сейчас я сказал сразу, а я не подчиненное положение имею. У нас внутри возникает. Это и есть вот та штука, которая нам жить мешает. Ну хорошо, не подчиненное положение. Кто имеет не подчиненное положение? Кто господин своей судьбы? Поднимите руку. Ну что вы боитесь? Ну кто-нибудь хотя бы поднимите из этого. Хорошо, вот спасибо вам, молодой человек. Вот вы господин своей судьбы, хорошо. Сейчас кислород отключат, сможете жить? Нет. Без воды сможете жить? Нет. Ну какое-то время. Без пищи сможете жить? Какое-то время. Вы себя рожали? Нет. Вы сможете не умирать? Нет. Видите? Мы зависимы. Но кажется, что независимы. Вот я вас не убедил по факту. Но у тебя все равно я независим. Вот так действует эта сила, которая нас мучает на самом деле. Эта сила называется эгоизм. Есть истинное эго. Когда человек понимает свое положение в этом мире, и он не считает, что это плохое положение. Это объясняет, что это за положение. Смотрите. Душа маленькая. Мы как маленькие искорки духовные. И есть полное, целое, большое солнце духовное. По-разному называют, как бы разными именами. Но в целом мы знаем, что это Господь. Это Бог. То есть единая какая-то сила. Когда я это слово назвал, у вас в сердце возникло йог. Йог. У одних возник йог такой хороший. Олег Геннадьевич знает, что Бог есть. Он верующий. У других плохой йог возник. Что это у нас все, кто манит, что ли? Видите, к этому слову у всех нет равнодушия. Когда мы говорим Бог слово сразу. Вот это чувство такое. Что-то йогает. Это означает, что у нас есть отношение к этому слову. И это, веды говорят, очень важный вопрос в жизни. Надо разобраться, есть все-таки он или нет. Если его нет, значит этот мир создан из хаоса. Если этот мир создан из хаоса, значит нет совести. Логика очень простая. Смотрите, если мир создан из хаоса, нет закономерностей никаких, значит трудно понять, что хорошо и что плохо. Так? Вот что тебе нравится, то и хорошо. А совесть что делает? Она говорит, что хорошо не то, что тебе нравится, а то, что надо. Это значит, что есть какой-то контролер в этой жизни, который не дает мне возможность наслаждаться просто жизнью. А говорит, есть вещи, которые ты неправильно делал, за это будешь страдать. Есть совесть, значит мир создан гармонично. Кто-то контролирует ситуацию. Нет совести, значит никто не контролирует. Нет совести, значит живи как хочешь. И мир создан из комбинации материальных элементов, просто и все. Жизни следующей тоже не будет, потому что жизнь дает эта комбинация материальных элементов. И значит мы все помрем и нас не будет. Все, такая философия. Раз нас не будет, пей, гуляй, веселись, живи как можно счастливее эту жизнь, потому что дальше ничего не будет. Комбинация растворится материальных элементов и не будет ничего, все останется, пустота. Мир создан из хаоса, он просто возник случайно, там в результате взрыва. Потом дальше совести нет, пей, живи, веселись, потому что потом ничего не будет. Тут одна концепция жизни, не будем сейчас говорить какая хорошая, какая плохая, просто есть два направления жизни только, понимаете? Нет, нет третьего, нет, только два. Второе направление, если есть совесть, и мир создан не случайно, он в этом мире есть только справедливость, здесь нет никакого зла, он создан для нашей учебы, в этом мире есть совесть и следующая жизнь. В этот мир вечный, и в нем есть высшее, и есть высшее существо, и есть те, которые строят с ним отношения. Сразу возникает чувство, что я, наверное, высшее существо, скорее всего, а со мной все остальные отношения строят. Хорошо, может быть это и так, но почему тогда ты не можешь быть бессмертным, почему тогда ты зависишь от всего, что все происходит? Видите, много вопросов. И веды говорят, мы подчиненное положение имеем, мы искорки духовные, есть большое солнце. Теперь сразу возникает вопрос, почему такая несправедливость? Я маленькая, а он большой. Ответ тоже есть. Потому что большое хочет больше счастья сделать маленькому, а маленькое хочет больше счастья иметь. И это говорят, очень простой пример. Смотрите, маленькое больше получит любви в соприкосновении с большим, или большое в соприкосновении с маленьким. Кто больше любви получит? Маленькое. Представьте, сколько любви. Когда ты соприкасаешься с огромным источником любви, тебе просто колбасит от любви, не можешь это переварить. Так и происходит. Это состояние самадхи, когда транс вот этот духовный, человек испытывает огромный жар любви, он не может его переварить при соприкосновении с этим полным целым. Но проблема заключается в том, что люди, которые попадают в материальный мир, где живем, мы с вами живем, они гаснут, они летят от солнца. Гаснут, понимаете? И поэтому с каждым днем нам все тяжелее жить становится. Я не про детей сейчас говорю, я просто говорю про карму. Вы зациклили сразу. Дети очень привязаны к детям, поэтому сразу как дети, а дети? Дети, они счастливее нас, потому что в единцу времени у них из сердца меньше плохой кармы выходит, чем у нас. Со временем больше, с каждым днем больше в жизни. Поэтому человек становится серьезнее, он больше трудится, больше работает над собой с возрастом, потому что жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Хотя мы в сердце верим, завтра будет лучше, чем вчера. Почему мы так верим? Потому что у нас духовная природа. Потому что душа по своей природе, она стремится к счастью. И по факту, когда человек духовной жизнью начинает заниматься, то у него духовная энергия, духовное время внутри начинает двигаться, и он начинает чувствовать, что он молодеет, что ему счастливее жить становится, чем раньше. Почему? Потому что он занялся духовной практикой. Духовное время, которое не стареет, не старит все, а которое все увеличивает счастье, начинает двигаться внутри. И даже человек хотя бы во что-то верит, начал в жизни, но он для чего-то живет, у него уже духовное время начинает двигаться внутри, и он уже чувствует другие чувства, не как все остальные люди. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» Понимаете? То есть он даже поверил в партию, и то он уже как бы вечно молодой почти. Не говоря уж о том, что он Бога поверил, понимаете? Как определить, что карма все время сгущается? Она изнутри, с каждой секунды времени есть в тонком теле. Все сильнее и сильнее выходит тяжелая карма. У детей она меньше выходит, у взрослого больше. Как это понять? Очень просто. Больше забот в жизни становится. Потом он начинает крючить человека, крючит. Старость не радость. Почему? Потому что в единицу времени очень много тяжелой кармы. Очень тяжело каждый день жить. Понимаете? А в детстве легко. Даже, допустим, в детстве может быть там инвалидность и все прочее. Но дети не так сильно это воспринимают. Они все равно чувствуют счастье от жизни. Даже не понимают на самом деле часто, что они инвалиды. Понимаете, да? О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что с каждым днем жить будет тяжелее. И поэтому веды говорят, в возрасте после 40 человек однозначно должен уже приоритетом в своей жизни ставить духовную практику. Иначе ему жизнь малины не покажется. Почему люди в пожилом возрасте в маразм входят? Потому что у них карма так сильно накопилась, что они уже не могут нормально жить в этом состоянии. Они становятся маразматиками, потому что они не работали над собой и не работают. Понимаете, приходит время, надо уже этому посвящать много времени в своей жизни. Реально много времени. Вообще веды говорят, надо отношения со святостью и с другими людьми чистить так же, как зубы мы чистим. Вот это чувство светлой памяти обо всех должно каждый день возникать в сердце, когда ты уже помолился и привел себя в порядок. Потому что когда ты ночью поспал, встал с постели, ну то есть внутри тяжело. И вот надо сесть, молиться и очистить свое восприятие мира, сделать все, чтобы чистым было, чтобы легко было жить. И так человек должен жить каждый день. Вы скажете, мне всегда тяжело, потому что вы никогда духовной практикой не занимаетесь. Поднимите руку, кто духовной практикой занимается, ему все равно тяжело. Значит, вы неправильно ей занимаетесь. Потому что духовная практика означает отношения со святостью. Нет, некоторые думают, духовная практика думать о пустоте какой-то там, медитировать на пустоту там. Что ты там найдешь в пустоте? Духовная практика означает связь со светом, понимаете, с чистым, со светом, со святым человеком, с священной книгой, со святым именем, со священной молитвой и так далее. Человек должен трудиться в своем сердце для того, чтобы служить тому, что связано со светом. И тогда у него очищаются связи со с родственниками, потому что все родственники находятся в корне сердца, там в глубине. Когда ты молишься, то у тебя тоже молитва там в глубину идет. И веды говорят, как ты поливаешь корень дерева, и все листочки, все полностью напитывается силой, а не как веточку ты одну поливаешь, понимаете, она только влажная, одна становится. Так и человек, когда он святости поклоняется, тогда внутри у него вот эти ниточки всех родственных связей становятся светлыми, чистыми. И он вместо того, чтобы думать, что мой муж свинья, начинает видеть в нем хорошее что-то после молитвы. То есть восстанавливаются нормальные отношения, и можно нормально жить.